Всем привет, вы на канале ТОП-Армия. В конце этого месяца несколько источников утверждают, что российская госкорпорация Ростех объявила о начале разработки ПАК-ДП, или как его еще называют перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата. Самолет разработанный по этому проекту наиболее известен как МиГ-41. Знающие люди, например, об этом не распространяются, но уверены, что в 2028 году, уходящим на заслуженный отдых, МиГ-31 придут на смену поистине космические МиГ-41. Сказка, как говорится, становится былью. Это не первый раз, когда якобы объявляется о начале разработки ПАК-ДП, и новое объявление было, прямо скажем, довольно сомнительно. По сути, эту новость подхлестнула строка в пресс-релизе Ростеха от 22 января под заголовком МиГ-31Б «Птица высокого полета». Текст был приурочен ко дню войск ПВО и прославлял историю скоростного перехватчика МиГ-31, от его создания до последней модернизации. В последнем абзаце релиза говорилось, что в настоящее время разрабатывается следующее поколение истребителей этого типа ПАК-ДП. Официальное объявление с упоминанием этой программы чрезвычайно редки. Настолько, что все предыдущие старта разработки были уже забыты, а линия превратилась в новое подтверждение того, что Россия наконец начала работать над своим истребителем шестого поколения. Также новостное агентство Реоновости было одним из первых, кто экстраполировал одну строку в полноценный материал, повторяя слухи и фрагменты информации о МиГ-41, которые уже были в обращении. Проблема в том, что таких отрывков очень много, а слухов еще больше. Кроме того, первые имеют ужасную тенденцию противоречить последним, и все они редко берут начало из каких-либо официальных источников. К сожалению, невозможно распутать эту историю и ситуацию, не погрузившись в долгую историю советских и постсоветских тяжелых перехватчиков. Все семейство очень быстрых самолетов и многочисленные тупики неотдалимы от того, что многие называют МиГ-41. В конце, например, 60-х появился МиГ-25 по кодификации НАТО «Фоксбат». И это был поистине первый самолет, самый быстрый воздушный реактивный истребитель того времени, предназначенный для перехвата целей противника на больших расстояниях и скоростях, пугая западных наблюдателей мифами о своих экстраординарных способностях. Вопреки этим мифам, реальные возможности были весьма ограничены. Тем не менее, самолет мог регулярно достигать скорости два маха и даже пересекать три маха, хотя с риском повреждения собственных двигателей. Самолет был ориентирован исключительно на высотный перехват, а тем временем США работали над самолетами, способными проникать в воздушное пространство на минимально возможной высоте, сводя на нет все новейшие достижения в области противовоздушной обороны. Такая практика была внедрена в новейшее поколение американских бомбардировщиков от General Dynamics F-111 до Rockwell B-1 Lancer, только что поступивших в разработку. МиГ-25 уже не был самой быстрой птицей в небе. Только что полетел SR-71 Blackbird. Самолет-разведчик, которого Фуксбат не мог ни догнать, ни сбить, возникала потребность в новом тяжелом перехватчике, который мог бы летать быстрее, нести более мощное оружие и быть приспособленным к более разнообразному набору задач. Хорошие характеристики на малой высоте обеспечили бы дополнительные возможности для наземных атак, а новый радар, с фасированной оттенной решеткой, закрыл бы Эр-Брешина на крайнем севере России, вне зоны действия уже растянутой сети ПВО. С самого начала за основу был взят МиГ-25, а модернизированные двигатели и авионика были дополнены новыми крыльями для большей универсальности. Разные конструкторские бюро предлагали свои решения и в результате появился проект Е-155МП. Полдюжины вариантов рассматривались в ряду с изменяемой стреловидностью и треугольным крылом, но в конечном итоге был выбран наиболее консервативный вариант с трапециевидным крылом, который стал МиГ-31 по кодификации НАТО Foxhound, то есть Лисья Гонча, представленный в середине-конце 70-х годов. Хотя МиГ-31 предлагал существенное улучшение с точки зрения дальности полета, универсальность и надежность скорость оставалась прежней. Модификация планера была минимальна, так как идея нового варианта была отброшена, а двигателей, пригодных для более высокой скорости, не было. И это произошло потому, что три маха, а точнее три с половиной маха, были практически пределом обычных турбореактивных двигателей. Поток воздуха на таких скоростях делал использование компрессора сложным и ненужным. Чтобы самолет мог развивать более высокие скорости, нужно было разработать совершенно новый тип двигателя, а в Советском Союзе и вообще у кого бы то ни было, такого двигателя не было. Тем не менее, как только в 1975 году завершалась разработка МиГ-31, Микоян и Гуревич начали работу над отвергнутыми решениями, которые могли бы еще больше улучшить характеристики перехватчика. Узнав, что американцы разрабатывают собственные самолеты, способные развивать такую скорость программе, был присвоен высокий приоритет под названием «Проект Максимум». Возглавленный Николаем Матюком, главным инженером МиГ-25, проект состоял из двух частей, тип 301, то есть и перехватчик, и тип 321 бомбардировщик. Два самолета дополняли базовую компоновку «Фоксбат» крыльями изменяемой стреловидности и выдвижными командами. Команде пришлось разработать новые двигатели, хотя на эту тему ведется много споров. Предполагаемая силовая установка представляла собой два в одном – обычные прямоточные воздушно-реактивные двигатели, размещенные под одним капотом с сепаратором, перенаправляющим поток воздуха в ту или иную сторону. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели отличаются от обычных реактивных двигателей тем, что в них отсутствуют компрессоры, и они используют ударные волны для сжатия воздуха перед распламенением. Теоретически, комбинация турбореактивного и прямоточного воздушно-реактивного двигателя возможна. SR-71 Blackbird использовал один из них специальными трубами, перенаправляющими воздушный поток вокруг турбореактивного двигателя, чтобы он действовал как прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Решение для проекта, максимум получившее название D-102, было более элегантным, но не было разработано и мало доказательств того, что оно действительно бы работало. После переключения двигателя в режим прямоточного воздушно-реактивного двигателя-перехватчик тип 301 теоретически мог бы поддерживать крейсерскую скорость в 4250 км в час и даже достигать максимальной скорости 5 махов, став первым в мире гиперзвуковым истребителем. Гиперзвук, то есть скорость более чем в 5 раз превышающая скорость звука, несет с собой еще один набор проблем, так как динамика полета снова меняется, как это было при переходе от дозвуковой скорости к сверхзвуковой. Гиперзвуковые транспортные средства должны были быть разработаны с учетом этого. Насколько мы можем судить, по крайней мере ранее варианты типа 301 и 321 не были таковыми. Самолет сохранил основные очертания МиГ-25 и МиГ-31, за исключением капитального переработанного крыла и измененного расположения силовой установки. Двигатели двойного назначения были слишком массивными, чтобы их можно было разместить внутри фюзеляжа, как в более ранних версиях перехватчика. Их приходилось нести сверху с задней части самолета, что придавало ему отличный вид, присутствующий на большинстве рендеров МиГ-41 по сей день. Неизвестно, что случилось с проектом Максимум, хотя очевидно, что он выдохся в конце 80-х или по некоторым данным в 90-х годах. Исследования планера тип 301 и 321 были завершены, и он был готов к производству опытного образца. Но информации о двигателе не было, и вероятно, что он был далеко от готовности. Возможно, именно эта проблема и погубила проект Максимум. На его месте появился еще один амбициозный проект, возглавляемый инженерами, пришедшими к Микояну Игуревичу из КБ Сухого. Они разработали новый многофункциональный дальний перехватчик, получивший обозначение ТИП-701. Иногда пишется как МиГ-701. Новый самолет имел все черты типа 301 и 321 с шагом в сторону упрощения. Вместо крыльев изменяемой стреловидности были треугольные крылья. Самое главное, что хотя расположение двигателя и общая компоновка самолета были сохранены от идеи комбинированного, то бореактивного двигателя с прямоточным воздушно-реактивным двигателем отказались. Предполагалось, что максимальная скорость типа 701 составит всего 2500 км в час, что было сочтено достаточным, чтобы полностью заменить МиГ-31 в его дальних магистральных ролях. Невероятно высокая скорость была на самом деле ненужной благодаря развитию ракет-класса «Воздух-воздух». Шаги к вооружению следующего поколения были предприняты уже с МиГ-31 в середине 80-х. Его основная ракета Р-33 была доработана до Р-37 с удвоенной дальностью до 300 км, удвоенной скоростью до 6 махов и новым радаром. Также было несколько прототипов МиГ-31Д, модифицированных для перевозки ракет, которые могли выходить на низко-околоземную орбиту для сбивания или развертывания спутников. С таким вооружением, новым радаром, новый самолет на базе Т-701 стал бы гордым преемником семейства МиГ-25 и МиГ-31, превосходя их по всем возможностям без радикального увеличения скорости, что потребовало бы столь же радикального прогресса в технологиях. Но проект запоздал, и 70-е сменились 90-ми. Советский Союз распался, а вместе с ним и все амбициозные проекты. ТИП-701 был официально закрыт в середине 90-х, но не раньше, чем была рассмотрена возможность превратить его в сверхзвуковой бизнес-джет. В 90-х и 2000-х у России было мало потребностей и еще меньше ресурсов для создания новых перехватчиков. Но на пороге 2010-х ситуация стала меняться, и страна вновь вернулась к вложениям крупных средств в оборонную промышленность. В апреле 2013 года состоялись громкие слушания в Государственной Думе. Они были посвящены исключительно вопросу МиГ-31. Согласно представленной информации, более 30% воздушного пространства России вышло из-под контроля ВВС страны. Районы, нуждающиеся в прикрытии, в основном находились на Дальнем Востоке. С ростом напряженности в Арктике на севере перехватчики дальнего действия идеально подходили для этих задач. Из примерно 500 выпущенных МиГ-31, менее 30 находились в рабочем состоянии. С наибольшими вложениями это число можно было бы увеличить до 300. Титановые планеры существовавших МиГов не имели признаков старения. Все возможности для возобновления производства оставались на месте. Итак, вариантов решения проблемы 30% дыры в воздушном пространстве было три. Начать делать новые МиГи по старой схеме, модернизировать существующие или придумать что-то совершенно новое. Главнокомандующий ВВС Виктор Бондарев решительно отстаивал третий вариант, но от него отказались в пользу первых двух. С тех пор парк МиГ-31 обновлялся, расширялся и доводился до подготовки еще в 80-х годах с Р-37 и противоспутниковыми ракетами. Тем не менее, несмотря ни на принятие идеи Бондарева, есть и основания считать. Это слушание началом истории МиГ-41. Это был не только первый раз, когда вопрос о новом российском тяжелом перехватчике был поднят публично, но и положил начало поиску ранее заброшенных идей в российской инфосфере. В августе 2014 года Бондарев выступил заявлением о том, что ВВС проводит исследования по замене МиГ-31 программой ПАК-ДП. Согласно представленному графику, разработка должна начаться была в 2017 году, а первые самолеты должны были быть поставлены в 25-м. В 2028 году должен был быть заменен весь парк МиГ-31. В то же время в СМИ начали циркулировать название МиГ-41. Его первое упоминание можно отнести к 2010 году, когда были опубликованы изображения футуристического самолета, вдохновленного МиГ-21 и созданного художником Александром Ярцевым. Это изображение позже поделились все от блогеров до профессиональных СМИ, несмотря на то, что они не имели никакого отношения к реальному МиГ-41. Этот номер, как и собственно ПАК-ДП, впервые упомянули в середине 2014 года российский депутат Александр Тарнаев. Он также пояснил, что новый самолет будет глубоко модернизированной версией МиГ-31 и ничего не сказал о характеристиках. За разъестественными высказываниями Тарнаева российские СМИ обратились к Анатолию Квочеру, видному публичному деятелю и известному летчику-испытателю. Его комментарии о МиГ-41 использовались и повторно использовались почти всеми СМИ того времени и закрепили имидж нового самолета. Кочер сказал, что анонсированный Тарнаевым преемник МиГ-31 давно назрел и что он должен быть новым и лучше быть и быстрее. Он должен иметь скорость не менее 4 махов. По мнению некоторых журналистов, это было связано с тем, что американский СР-71 Blackbird мог развивать скорость 3,2 маха, а российский ответ ему не мог уступать. Тот факт, что СР-71 был снят с производства почти два десятилетия назад и что не было никаких официальных сведений о возможностях ПАГДП со скоростью 4 маха, никого не смущал. Благодаря Тарнаеву ПАГДП превратился в МиГ-41, а благодаря Квочеру он стал самолетом со скоростью 4 маха. По мере приближения 2017 года официальных анонсов о начале разработки нового самолета становилось все меньше. Поэтому слухи приходилось усиливать. СМИ-МИГ-41 превратился в гиперзвуковой истребитель-невидимку, потому что все современные истребители малозаметны и потому что один эксперт сказал, что он должен быть очень быстро. Еще одним, наверное, истолкованным источником информации стал Бондарев, сделавший несколько новых заявлений в конце 2017 года. Он заявил, что ПАГДП будет иметь дальность действия до полторы тысячи километров и использовать в качестве основного вооружения Р-37, а также какую-то другую еще не разработанную ракету. Он также сказал, что самолет станет самым быстрым истребителем в мире, что в очередной раз СМИ быстро перевели на гиперзвуковой. Наиболее цитируемым фрагментом стал главный инженер Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков, который сообщил, что начало разработки перенесено на 2018 год и пошутил о готовности компании следовать указаниям политиков. Если они скажут в космос, будем делать в космос. Для журналистов эта шутка означала, что МиГ-41 обязательно будет космоплана. Единственная непреувеличенная информация поступила в 2017 году от главного конструктора МиГа Ильи Тарасенко, который заявил, что начало разработки перенесено на 2018 год и что в будущем самолет может быть доработан для выполнения беспилотных полетов. Так, путем сочетания реальной информации при увлечении домыслов сформировался образ МиГ-41. И это должен быть гиперзвуковой, возможно, беспилотный самолет-невидимка, способный достигать орбитальных высот. Из всей этой информации единственными реальными фактами были беспилотный вариант, дальность полета 1500 км, вооружение МиГ-31 и начало разработки в 2018 году. Замечания о космосе можно интерпретировать как возможность противовоспутникового вооружения, которое уже есть у МиГ-31. Примечательно, что название МиГ-41 никогда не упоминалось ни одними военными чиновниками или лицом, связанным с МиГом. Его использовали только журналисты, политики вроде Тарнаева и эксперты вроде Квотчера. Следует также обратить внимание на две особенности публичного имиджа МиГ-41. Во-первых, его реальный образ. Официальных чертежей, реализаций или макетов не было, но какая-то иллюстрация все равно должна была появиться в новостях. Там, где это было возможно, использовался научно-фантастический МиГ-41, разработанный художником и 3D-дизайнером Ярцевым в 2010 году. Как признался художник, его почтовый ящик завалили просьбами сделать больше рендеров и чертежей. Но самолет, вдохновленный МиГ-21, явно не был тяжелым истребителем, а изображения были слишком драматичными, чтобы быть официальной реализацией реального военного проекта. Однако рендеры проектов 301 и 701 советских времен были вездесущими благодаря российскому сообществу авиационных энтузиастов, которые создавали постоянный поток искусства из альтернативной реальности, в которой Советский Союз никогда не распадался. Эти рендеры в настоящее время иллюстрируют почти всю информацию о МиГ-41 в неофициальных источниках. В связи с советскими проектами сохраняли и российские СМИ, так как любили упоминать, что планы по замене МиГ-31 уже были в 80-х годах. Во многих статьях, написанных в период с 13 по 2020 год, будущий проект также описывался как гиперзвуковой, несомненно смешивая проекты 301, 321 и 701 в 1. Хотя эти проекты в значительной степени заимствовали друг у друга, они были довольно разными. Основное откличие заключалось в отсутствии амбициозных гиперзвуковых двигателей на программе 701, которая фактически должна была заменить МиГ-31. Ни в одном официальном заявлении никогда не упоминалось, что ПАГДП будет возрождением советских проектов или что он будет иметь какое-либо отношение к любому предыдущему самолету, кроме МиГ-31. Тем не менее, предположения гиперзвуковых возможностей МиГ-41 глубоко уходят корнями в непонимание заброшенных советских проектов, впервые популяризированных заявлениями Кочура в 2014 году. Во-вторых, следует обратить внимание на инфосферу. Со временем слухи о МиГ-41 становились все более дикими и экстравагантными. В то же время, заявления и обновления о проекте стали реже. Начало разработки откладывалось несколько раз. Сначала на 2017 год, затем на 2018. Затем заявления о МиГ-41 исчезли совсем. Это можно отнести насчет двух событий. Во-первых, в июле 2018 года российские ВВС сменили название. Это изменение структуры означало перестановки на всех уровнях командования. Во-вторых, работа над проектом по ГДП, вероятно, оказались только на стадии предварительных исследований, которые не давали журналистам никакой новой информации, о которой можно было поговорить. Вместо этого, с 2018 по 2020 год журналисты сосредоточились на обсуждении гиперзвуковых возможностей самолета, которые ни разу не подтверждались официальными лицами и на гнусных заявлениях о космических возможностях. Шутка коротко. В очередной раз была неверно истолкована, как планировать космический истребитель. В инфосфере факты о разработке появились только в 2020 году, когда тот же Тарасенко заявил, что проект находится в стадии опытно-конструкторских работ. Примерно в то же время сообщалось, что конструкторы завершили предварительные исследования по ГДП и что работы начнутся в ближайшее время. Через месяц МиГ-31БМ был разрекламирован как идеальный самолет для защиты севера и востока России. Упоминания о программе по ГДП продолжались и в последующие годы, в основном благодаря МиГ, который в 2021 году опубликовал 30 секунд рендер футуристического самолета на страницах в социальных сетях. Этот рендер был снят через день, но все же занял достойное место в новостях, не только в России. Фраза «работа» на МиГ-41, где он полным ходом в апреле 2021 года снова заставил журналистов вспоминать самый быстрый, самый невидимый и самый высокий в мире истребитель. Несколько месяцев спустя Министерство обороны включило ПАГДП в свою программу вооружений до 2030 года, что также подтвердили и СМИ. На момент записи этого видео последний комментарий по проекту был сделан 1 августа этого года. В нем ничего нового не говорится, кроме слов о замене существующих МиГ-31 после 28 года. Через неделю все разговоры о МиГ-41 внезапно прекратились и более не возобновляются. Очевидно, что СВО сильно повлияло на российскую оборонную промышленность. Ну а что по этому поводу думают зрители канала ТопАрмии? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну и надеюсь у всех отпали вопросы по поводу МиГ-41 и вы больше не будете смотреть дебильные ролики про этот истребитель, потому что мне их и самому надоело сделать. Потому что, чтобы я не сделал, вам подавай космический истребитель МиГ-41. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.